До старта остались считанные минуты. Около полутысячи человек собрались на театральной площади, чтобы совершить забег по самым живописным местам Анапы. Алексей Шевченко приехал из Ростова вместе с друзьями, такими же спортсменами и легкоатлетами. Своим главным хобби Алексей выбрал горный туризм. В Анапе побывал впервые. Как говорят сами ростовчане, победа для них далеко не на первом месте. Горы интересны тем, что можно поработать вверх, потом вниз. Когда мы по шоссе бегаем, там просто нудный бег, ровный. А здесь медленно вверх и тяжело, потом быстро вниз, но тоже тяжело. Но разные мышцы работают, это интересно. В прошлый раз бежали в обратную сторону, и от Суко, получается, до Анапы, когда бежишь прямо на краю пропасти, вот еще был достаточно сильный ветер, и поэтому прям приходилось все время так немного клониться в сторону склона, потому что было опасно, что сдует в море. Но красота нереальная, с большой высоты смотришь, море прозрачное, и там бежишь мимо виноградников, постоянные холмы, ну то есть там нереально красиво. Того же мнения и анапские бегуны. Урбанистические городские виды, хребтовые горные тропинки, песчаные пляжи и бескрайнее море. Разнообразие пейзажей захватывало дух. Наших спортсменов поддерживал весь город-курорт. По словам анапчан, преодолеть тяжелый маршрут в 55 километров им помогла родная земля. В первую очередь пробежать, выдержать все, не сдаться, а победить самого себя в первую очередь. Места здесь очень красивые, посмотреть красиво, в принципе, это самое главное. Каждому спортсмену был присвоен собственный идентификационный номер. С помощью электронных чипов организаторы могли отследить местоположение всех бегунов. Менее чем через полтора часа лидер дистанции Анапасуко уже преодолел финишную прямую. Число 77 стало для Владимира счастливым. Спортсмен из Волгограда занял почетное первое место, сильно оторвавшись от своих соперников. Владимир посвящает большую часть времени легкой атлетике. Недавно открыл для себя триатлон, непрерывную мультиспортивную дистанцию, состоящую из плавания, велогонки и бега. На море не смотрят на красоту, потому что технически сложная трасса и бежишь над обрывом. Скорости не маленькие, иногда бывают из 4 минут на спусках. И буквально в полуметре обрыв, там 50-70 метров. Поэтому на море не очень ты хочешь посмотреть, смотришь под ноги на дистанцию. Ну, запомнился вот последний подъем, когда был спуск по пляжу, там метров 500. И резкий подъем в горы, там практически градусов, наверное, 30-35. Ну, пришлось на шаг перейти, потому что невозможно туда было бежать. В этом наша беда. Мы потом приезжаем сюда второй раз и проходим этот трассу пешком, чтобы посмотреть всю красоту, которую мы не видели, когда бежали. И это всегда. Гром Анапа Трейл уже приобрел мировой уровень. Помимо российских спортсменов, в марафоне принял участие и атлет из Японии. По мнению организаторов, главное – безопасность и здоровье участников. На площадке дежурили порядка 80 волонтеров. Все атлеты получили фирменные подарки от спонсоров, оригинальные медали, а самое главное – яркие воспоминания. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Регион.